Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. С вами я, Евгения Августина. С конца марта на территории Московской области действовал режим повышенной готовности. Массовые мероприятия из опасности распространения коронавируса оказались под запретом. Многие организации перешли на работу в онлайн-формате, не исключение Одинцовский молодежный центр. Сегодня у нас в студии Валентина Гольева, ведущий специалист ОМЦ. Здравствуйте, Валентина! Добрый день! Валентина, расскажите, пожалуйста, специалисты ОМЦ перешли на удаленный режим работы или все-таки остались, как сейчас принято говорить, на передовой? Одинцовский молодежный центр как работал до самоизоляции, так и продолжает работать. Только формат работы, естественно, поменялся и подстраивается под реалии жизни. Мы перестраиваем формат работы с молодежью на онлайн-режим. Все наши мероприятия теперь проходят в онлайне, а в самом штабе Одинцовского молодежного центра расположилась база волонтеров, которые ходят и помогают жителям округа с покупкой лекарств и продуктов. То есть об удаленке речь не идет совсем? Удаленка у нас идет только у молодежи. У нас же удаленной работы нет. Мы как продолжали работать, так и работаем. Единственное только то, что мы можем какие-то задачи теперь делать дома. Лично мы тоже ходим, отрабатываем заявки. Мы такие же волонтеры наравне с ребятами, которые вступили к нам в штаб. То есть функционал немножечко тоже поменялся у специалистов? И увеличился, и поменялся. Мы подстраиваемся под то время, которое идет. То есть стараемся перестраиваться, причем в максимально сжатые сроки. Сейчас у нас достаточно сложные условия, и массовые мероприятия действительно запрещены. Но, наверное, именно сейчас люди в них нуждаются больше всего. И ваша игра Подмозговья в этом плане кого-то выручила. Расскажите, пожалуйста, о ней, сколько игр уже состоялось, и какой теперь у нее формат? Игра Подмозговья проходит на территории Одинцовского округа уже четвертый год. В основном все игры до режима самоизоляции проводились очно. Сейчас мы в сжатые сроки, естественно, решили перестроить формат игр на дистанционный режим. Все игры, которые сейчас проходят, они проходят в онлайн-формате и проводятся на платформах Zoom и Discord. Подмозговья – это игра для кого? Кто принимает участие? Сама игра Подмозговья – это интеллектуальная игра, наподобие квиза, которая очень популярна молодежи. В ней принимают участие как раз молодые люди от 14 до 35 лет, собирают свои команды, друзей, коллег, знакомых и присоединяются к участию в игре, показывают свои знания и эрудицию. А вот этот онлайн-режим каким образом изменил подготовку к игре? Что изменилось? Формулировка вопросов или, может быть, сами вопросы? Или, в общем-то, все осталось таким же, каким было до режима самоизоляции? В игре изменился только прием ответов на вопросы, которые у нас задаются в игре. Теперь ребята вместо того, чтобы писать ответы на листочках и передавать их нам, пишут ответы на листочках и по принципу своей игры показывают на экране все синхронно, одновременно, то, каким ответом они пришли в течение минуты, которое давалось им на размышления. А сколько команд раньше принимало участие в Подмосковье? Сколько принимает сейчас? Изменилось количество участников? Ой, всегда все по-разному, и все зависит от того, как проводилась, грубо говоря, пиар-компания. Сколько людей узнало, соответственно, столько приняло участие. Или в какую школу мы, например, приехали. В основном мы раньше ездили по учебным заведениям Одинцовского городского округа, и там уже зависело от количества учеников и школьников, которые в этот момент были свободны. Сейчас же количество участников неограничено, и присоединяется, естественно, больше участников и больше команд. Единственное, что не все привыкли к такому формату игр, и многие просто его, в принципе, отрицают, говорят, что не та атмосфера. Я могу с этим согласиться, что по большей части атмосфера не та, но, тем не менее, мы видим, что многим нравится, и это лучше, чем совсем ничего. Ничего ей делать, конечно. Все равно это идет общение, социальные коммуникации. Ребята, мы видим все одновременно, видим, как радуются ребята правильным ответом, и как они радуются тому, что поднимаются в турнирной таблице. А за что борются команды? Какой главный приз? Ой, главный приз – это Большой кубок победителей игры Подмосковья, и сейчас пауэрбанки. Ну, то есть по пауэрбанку каждому участнику игры. Очень актуальная на сегодня вещь. Необходимая, можно сказать, на самом деле. Ну, также призеры у нас получают за второе место настольные игры для команд, и за третье место пиццу от партнеров. Ну, вот кажется, когда игра проходит онлайн, то, ну, скажем так, подглядеть ответ где-нибудь в поисковике легче. Как контролируете ход игры, чтобы все было по-честному? Конечно, сделать так, чтобы все по-честному было. Это просто физически невозможно везде. Кто-то может подсказать, стоять за кадром, стоять за камерой и быстренько гуглить. Но, тем не менее, мы стараемся строить вопросы таким образом, чтобы их невозможно было за минуту или за 30 секунд загуглить. То есть это либо нужно знать, либо логически подумать, либо просто вы не успеете за минуту загуглить и найти правильный ответ. Ну, и самим участникам, наверное, должно быть неинтересно гуглить, ведь все-таки хочется как-то самим дойти, что ли, до правильного ответа. Да, конечно, участникам должно быть неинтересно гуглить, но мы очень часто замечаем ребят, которые гуглят, и по ответам, которые они дают, мы тоже можем видеть, что они либо подглядывают с другими командами и подслушивают, либо пытаются загуглить, и это видно из ответов, которые они дают. Если раньше, например, по статистике на этот вопрос отвечала одна-две команды за игру, то сейчас почти все могут взять ответ на этот вопрос, и мы понимаем, что что-то здесь нечисто. Что-то здесь не так. А вот наказывайте как-то таких игроков, такие команды, которые хитрят? Стараемся штрафовать, стараемся... Нет, дисквалифицировать мы еще никого не дисквалифицировали, но штрафы были. Если мы видели, что относительно прям нагло ребята лезут в телефон, и если это видно на камеру, тогда да, а так... А может, ему мама позвонила. Откуда мы знаем, зачем он полез в телефон? Да, не пойман, не вор, в конце концов. Да, мы же не находимся с ним рядом, поэтому игра строится уже на честности и совести самих участников. А как часто Подмозговье проводится? И я так понимаю, что пока она в онлайн-формате, все желающие по-прежнему могут присоединиться до 35 лет. Да, все верно. Сейчас проведено уже 4 игры. Я думаю, что если вот такой режим самоизоляции продлится, мы проведем еще пару игр, а может быть и больше, если формат понравится, мы можем и в дальнейшем миксовать такие игры с очными и заочными форматами. А где можно следить за анонсами? В наших соцсетях. Инстаграм Одинцовского молодежного центра и группа ВКонтакте Одинцовского медиа-центра. Там вся информация будет и об условиях участия. Там вся информация всегда выкладывается, да, и об условиях участия. И мы прикладываем также инструкцию к игре, как скачать Zoom, как скачать Discord, чтобы общаться с участниками команды. И рассказываем о том, куда будет отправляться уже ссылка на приглашение в саму конференцию. Уже непосредственно к нам, как к организаторам игры и к самим участникам. Ну, кроме игры под мозговья, Одинцовский молодежный центр организовал большой, если не ошибаюсь, двухдневный фестиваль «Город счастливых детей». Валентина, расскажите, пожалуйста, что это за фестиваль? Для кого он проводился и главная цель у него была какая? «Город счастливых детей» – это онлайн-фестиваль, идея которого зародилась как раз в период самоизоляции. Создан он для молодых семей, которые сейчас находятся в режиме самоизоляции и сидят в четырех стенах. Сам фестиваль объединил в себе различных спикеров, которые являются экспертами в своей определенной области, в которой они работают. И на нашем фестивале двухдневном они делились информацией с участниками, естественно, с молодыми семьями, с подростками, со студентами, с мамами, папами. Мы на фестивале рассказывали о том, как выстроить отношения в период самоизоляции, как, грубо говоря, не попереругаться, не уйти из дома и сделать режим самоизоляции более комфортным. У нас работали на фестивале как психологи, так и врачи-нутрициологи, так и спортсмены, причем именитые спортсмены, такие как Джефф Монсон, рассказывали про режим питания, режим тренировок в период самоизоляции. Психологи рассказывали о таких важных аспектах, как половое воспитание, которое не преподается в школах и о котором могут рассказать только родители для своих детей. Но не всегда умеют это делать. Да, вот очень важный момент и поднимались на фестивале. Также Одинцовские предприниматели присоединялись к фестивалью и рассказывали о своем образе жизни в период самоизоляции, как они выстраивают работу со своими детьми, как они вообще перестроились так быстро и вошли в такой сложный режим, новый для всех жителей планеты. В общем... А сколько участников примерно собрал фестиваль? Было более 100 регистраций на сам фестиваль, то есть 112, если не ошибаюсь, человек получили прямые ссылки на приглашение в конференцию. А сами спекеры, сами эксперты, они на самом фестивале собирали более 50, включение более 50 участников. Вот такие практики будут ли в дальнейшем? После выхода самоизоляции в том числе? Поскольку фестиваль уже приведен, мы с уверенностью можем сказать, что этот режим и вот этот формат, он отлично работает и может быть продолжен вне режима самоизоляции. Это очень удобно. Как оказалось, семьи могут подключиться из любой точки мира. Не надо никуда идти. Да, не нужно никуда идти. Очень, наверное, такая мотивация для лентяев, которые не хотят никуда идти и могут просто дома, сидя на диване, в своем телефоне подключиться и послушать полезную информацию, которая обычно преподносится только за деньги. А здесь она вот... Бери не хочу и пользуйся. Еще и от экспертов, которые достаточно известны. Но я так понимаю, что ты на этом тоже останавливаться не собираетесь. Относительно недавно в соцсетях был анонс новой игры от ОМЦ Форт Боярд. Что это за Форт Боярд? Как это будет происходить? Это также будет какое-то онлайн мероприятие или все-таки живое участие возможно? Это молодежный квест, который мы также решили перенести в онлайн формат и попробовать, как это вообще будет выглядеть. Первая игра проводилась в тестовом режиме. Как показала практика, все прошло хорошо и можно в дальнейшем также практиковать, как и игру подмозговья, только квесты. На квест точно так же собираются команды, только здесь уже от шести человек и более. Можно собрать целую толпу ребят, которые будут... Всем классом смело. Да, можно всем классом действительно подключиться к игре и отвечать на загадки, делать задания, зарабатывать баллы и проводить интересное время. Тут уже не только логика и эрудиция, тут уже смекалка, сплоченность команды и творческий подход. Спасибо большое, Валентина. Следим за социальными сетями Одинцовского молодежного центра, правильно? Все анонсы там обязательно будут размещены. Да, все анонсы выкладываются в социальных сетях и надеемся, что это будет привлекать все больше участников к нашим проектам. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...